Канал Али Аттисам представляет У нас это сегодня 29-й урок из книги «Жамья Ас-Сахайин» Передает Абишурайх Аль-Хуза'и, радия Аллаху Ан-Х, что Пророк, саллаллаху алейху асалам, сказал «Ман кана юмин биллэхи валь-явмил ахири фаль-юхзин илля жарих» «Ман кана юмин биллэхи валь-явмил ахири фаль-юкрим дайфа» «Ва ман кана юмин биллэхи валь-явмил ахири фаль-якуль хайран ау-ли-яскут» От Абишурайха передает, что Пророк, саллаллаху алейху асалам, сказал «Кто уверует Аллаха, субханаху ата'ала, и судного дня, и последнего дня, фаль-юхзин илля жарих» «Пусть будет хорошим отношением со своим соседом» «Кто уверует Аллаха, и судного дня, пусть проявляет уважение к своему гостю, пусть делает для него почтение» «И также, кто уверует Аллаха, и судного дня, фаль-якуль хайран ау-ли-яскут» «Пусть скажет доброе слово или же молчит» «Они оба, Бухари и мусульм, передали от Абихурайрата» «Это же хадис, но там еще есть слово-добавка, добавка из предложения, которое говорится» «Фаль-ясил-рахима» «Пусть укрепляет свои родственные узы» «Абушурайх аль-хуза'и» «Пусть ученые разогласили его имени» «Почему в именах бывают разогласы?» «Потому что они известны не по именам» «Как вы знаете, арабы, тем более сейчас и мусульмане используют» «К уважениям не говорят имя» «Говорят, он отец такого-то человека» «Например, Абу Ахмад, Абу Мухаммад, Абу Умар, Абу Хусейн» «Отец Мухаммада, Отец Ахмада, Отец Гурбана» «Такими именами обращаются» «И также некоторые сподвижники, вот этот, Кунья называется его, Кунья Абу такой-то «Известны этими Куньями стали, даже его имя забыли» «Абу Бакр, кто знает его имя?» «Самый известный сподвижник, пророк, саллилаллаху алейху асалам» «Самый известный сподвижник, пророк, саллилаллаху алейху асалам» «Большинство мусульмане его имя не знают» «Его имя, Абу Бакр имя, Абдуллах, Ибн Абихухафа» «Вот так же Абу Шурайх, известный Абу Шурайх, Абу Шурайх» «Из этого его имя разогласится» «Его имя был или же Хуэйлид ибн Амр» Некоторые сказали, нет, Амр ибн Хуэйлид. Некоторые сказали, Абдул-Рахман. Аль-Адави, аль-Ка'би, радия Аллаху ана. Аль-Адави, аль-Ка'би нам. Сахаби, он, который принял Ислам, день открытий в Мекке. Когда Мекке завоевали, тот день принял Ислам, и он держал руках плах Бану-Ка'ба. Аль-Пророка, салли Аллаху алейху асалам, рассказал он и от Ибн Мас'уда. Хотя он сподвижник, рассказывает от сподвижника, который поздно Ислам принял в сподвижнике, иногда рассказывали хадисы, а вот сподвижнику от пророка, который они не услышали прямо от пророка, потому что они поздно приняли Ислам, Фатху Макка. После этого пророк, салли Аллаху алейху асалам, долго не жил. Это 20-е годы Ислама. 20 лет, которые услышали сподвижник хадисы, такие люди, кто поздно Ислам принял, от сподвижников, от пророка рассказывали. Он тоже рассказывал от Ибн Мас'уда. У Абу-Шурах немного хадисов рассказал от пророка, салли Аллаху алейу салам. Примерно 20 хадисов рассказал, ради Аллаху ана. И умер, ради Аллаху ана, в 68-м году хиджри. Он говорит, что пророк, салли Аллаху алейу салам, сказал, кто уверует Аллаха и судного дня, пусть проявляет почтение своим соседом. Пусть хорошее отношение будет с своим соседом. Здесь что означает, кто уверует Аллах? Если это не сделает кафирам сторонам, то нет. Это иман ваджиб, который обязан иман. Харам этого делает. Например, харам в плохом отношении жить с соседами, харам в плохом отношении жить, унижать гостя. Это имеется в виду. А иман ваджиб, который обязан мусульманин, которые держат свой иман. полноценный иман не будет того человека, кто плохо относится своим соседям, плохо относится своим гостям и плохо относится своими родственниками. Пророк, салли Аллаху алейу салам, здесь три раза повторил предложение, хотя можно было один раз сказать. Например, «Кто уверует Аллаха из судного дня, пусть проявляет уважение к соседям, гостям, родственникам». Так можно было сказать. Почему пророк, салли Аллаху алейу салам, отдельно повторил здесь предложение, сказал «Кто уверует Аллаха из судного дня, пусть будет хорошим отношением к своим соседям». Еще раз повторяю, «Кто уверует Аллаха из судного дня, пусть проявляет почтение своим гостям». Потому что, чтобы мы обратили внимание отдельно к каждому этому пункту. Отдельный пункт, чтобы соседям хорошо были, мы сказали и этим, и этим. Отдельно говорил пророк, салли Аллаху алейу салам, «Кто уверовал Аллаха из судного дня, пусть проявляет почтение гостям». И также, «Кто уверовал Аллаха из судного дня, пусть укрепляет родственные узы». Вот так отдельно назвал пророк, салли Аллаху алейу салам, чтобы мы большое внимание проявили к этим всем трём частям, которые он нам сказал. Это понятно, что означает с соседным хорошим отношением быть, что им не вредит, когда они в трудности попадают, помочь им. И также почтение гостя, когда к тебе пришёл гост, с ним хорошие отношения будут, улыбки встречат, не таким злостным сделают мрачные лица, нет, радостно встретить то, что тут весь его покормит. Вот это уважение к гостям. Хадисы сказано, Аб. Урайра, который я передал, хадисы сказано, «Фалий, ясиль, рахима, пусть свой родственные узи он укрепляет, объединяет, соединяет. Это что означает? Какие родственные узи мы должны укреплять? С кем я должен, обязан это делать, с кем это желательно делать?» Калды Айад, рахима Аллах, говорит, нет, разогласен среди учёных, что мы должны родственные связи держать. Оставлять родственные связи, обрубать родственные связи является большим грехом. Из-за этого пророк, салли Аллаху, Иерусалам сказал, «Ла ядхулул джанната каати у рахима». Рай не войдёт тот, кто обрубает родственные связи. И связи, родственные связи, укрепление в разной степени. Более близким родственникам сильный должен быть связь. Дальним родственникам тоже должен быть связь, но не такими сильными, как с близкими. Самые меньшие, которые считают, что ты связь держишь, что ты им салам даёшь, разговариваешь с этими людьми. Вот это самое меньшие, которые мы должны держать связь. Тот человек, который, если сильно близкие отношения не делает, это не означает, что он обрубает родственные связи. Если он салам даёт, с ним общается, разговаривает, это означает, что этот человек держит связь с родственником. А какие родственники мы должны связь держать? С какими родственниками мы должны связь держать? Здесь разогласие учёных. Один из мнений мы должны связи держать рахим махрами, которые нам махрамами считают. Как? Например, которые, если один мужчина и женщина были бы, им харам жениться. Например, две сестры. Им харам жениться был бы, если один мальчик, одна девочка был бы. Потому что и также мать, бабушка, тётя, отцовская старинка, которые тебе харам жениться. Вот эти связи надо укреплять, говорят, некоторые. Некоторые учёные это говорят. Такие связи, которые Аллах нам сказал, кто эти связи обрубает, он не войдёт в рай. Мы отсюда близкие родственники. Там идёт дискуссия учёных. Откуда они это взяли? Почему именно близкие только обязаны держать, другие не обязаны держать? Всё это далило сейчас здесь не приведём. Один из далилов, чтобы люди понимали, учёные, как думают, как родственные связи держать надо. Откуда это взяли именно только близкие должны? Хадис из-за пророка запрещено взять вторую жену на свою тётю. Например, у тебя есть жена, на её племяннице тебе жениться харам, пока она у тебя. И также, например, тётя будет с отцовской стороны или же с матерей стороны. Их племянница, если твоя жена племянница, тебе жениться харам. Почему пророк говорит, если вы этого сделаете, если вы будете брать племяннице, вы обрубаете родственные связи ихней, потому что если ты вторая жена уже ревноват будет. Первая жена это тётя и племянница друг друг ревноват будут, и они обрубают родственные связи. Вам и причин из-за этого запретили брать племянницу, если тётя есть, племянница есть, её тётя это запретил Ислам. Ученые смотрели этот хадис, значит, что получается? Если у тебя твоей жены, двородная сестра жениц, тебе не харам. Значит, получается, эта причина уходит. Если даже взял, даже у них между собой ревность появится, это не означает, что они обрубили родственные связи. Например, если у тебя жена есть, ее двородная сестра жениц тебе дозволена. Ученые говорят, значит, та причина, которой ты обрубаешь родственные связи между женами, которые есть, это здесь не будет. Значит, только близкие родственники нельзя жениться, чтобы не обрубать родственные связи. А дальние родственники здесь не получаются, что ты обрубил родственные связи. Отсюда взяли ученые и сказали, только близким родственникам обязан держать родственные связи. А дальним родственникам это желательно держать. Сунна держать, говорит, это одна группа ученых. Эта группа ученых, это один из слов Маликидского Мазхаба. И Абул-Хаттаб, Хамбалистского Мазхаба, это небольшинство ученых. Большинство ученых другое говорят, что хоть и дальние связи, которые от тебя получают наследство, с этими людьми мы должны связь держать. Хоть там будут дворные, трое-четыре-четыре-братья, они тоже должны родственные связи держать. Родственные связи держать, получается, что ты с ним общаешься, салам даешь. И также есть родственные связи, две разные. Связи ради религии, который твой брат мусульманин, с ним тоже мы должны родственные связи держать больше трех дней не разговаривать с братом, мусульманами, является запрещенным исламом. А вторые родственники, это родственники по крови. С ним тоже должен мусульманин держать родственные связи. Это родственные связи, это мнение, что хоть и дальние, это родственники тоже с ним мы должны связи держать, укреплять родственные узы. Это мнение большинства ученых, это мнение ханафитского мазхаба и более известное мнение малекитского мазхаба, это мнение имама Ахмада, это мнение считает более правильным имаму-н-навави, рахиму-ллах. Так призывает ислам, чтобы мы укрепляли родственные узы. например, если близкие родственники, мама, папа, сын, если они трудны с папой, ты обязан им помочь, обязан их кормить. Дальние родственники желательно, чтобы он им помог, но с ним связи держат, если они болеют, к ним заярод пойти, спрашивают про них, узнавать, как они, это все ислам обязывает на нас, чтобы мы укрепляли родственные узы. Братья мусульмане, пусть Аллах Субханаху сделает нас из тех людей, кто слушает слова пророка и претворяет их в своей жизни. Пророк нам говорит уважение проявления к своим соседям. Многие соседи друг друга не нравятся, вредят. В этом же другом хадисе говорит пророк саллиллах 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 клянусь Аллахом не уверует, клянусь Аллахом не уверует, клянусь Аллахом не уверует тот человек, который его сосед небезопасен от его вреда, который вредит своим соседям и не уверует говорит пророк саллиллах 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 из-за этого не просто слушать эти хадисы пророка саллиллах 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 если когда господь придет относитесь к гостям, хорошим отношением встречайте их радостным лицом чем хумурым лицом встретить гостя и кормить его хорошо, наоборот радостным лицом встретить улыбкой встретить и то, что здесь поставят, покормить это гораздо лучше саллиллаху ола медджа ва аллехи ва асхаби ва ацмыعин иншаалах встретить ее мир это йому ва алхамду л credit y aprue